Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса осуществления расходов по предварительному договору. Именно данному вопросу посвящено дело, которое рассматривалось арбитражными судами и в том числе было рассмотрено судьей Верховного Суда. Это дело Шинтрейд по Волжье. Так вот, в данном деле между сторонами было заключено предварительное соглашение по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи недвижимости. И при этом по данному предварительному договору налогоплательщик уплатил штраф. Здесь следует отметить, что впоследствии данное предварительное соглашение было расторгнуто и, соответственно, и основной договор купли-продажи не был заключен. Так вот, налоговые органы посчитали, что в данном случае налогоплательщик необоснованно учел штрафы, которые выплачивались по предварительному договору, ну и, соответственно, доначисленный налог на прибыль. И в данном случае суды поддержали налоговый орган, а Верховный суд, точнее, судья Верховного Суда также согласилась с выводами ниже стоящих судов. Здесь, безусловно, следует отметить, что вывод как налоговых органов, так и судов, конечно же, основан на конкретных обстоятельствах дела, поскольку в деле действительно усматривается определенная согласованность сторон по поводу минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль. Во всяком случае, была установлена взаимозависимость сторон участников сделки по купли-продаже соответствующего объекта недвижимости. Но я бы в данном случае хотел обратить внимание на иной аспект. Вообще, следует заметить, что предварительные договоры достаточно распространены в хозяйственном обороте, и при этом следует заметить, что они заключаются как по делу, так и без дела. То есть, в случае, если стороны видят какие-то препятствия в заключении договора, то они заключают предварительный договор, хотя во многих случаях его заключение и не требуется. Но, так или иначе, стороны при заключении предварительного договора также стремятся во многих случаях включить в данный предварительный договор какие-нибудь штрафные санкции в случае неисполнения тех или иных обязательств стороной. И я вообще, когда работаю с такими договорами, стараюсь из таких предварительных договоров вообще любые расчеты по возможности убирать, потому что, и в том числе штрафные санкции, потому что в действительности каких-либо экономических оснований для установления тех или иных санкций штрафов, в общем-то, не имеется. Но в данном случае нужно обратить внимание, особенно юристам, которые занимаются в том числе составлением предварительных договоров, что, когда они включают те или иные штрафы в договор, они должны оценивать не только, скажем, экономическую разумность данных санкций, но и также возможность учета соответствующих сумм, в том случае, если они будут выплачиваться, возможность их учета по налогу на прибыль. Потому что во многих случаях действительно не будет усматриваться явная экономическая обоснованность уплаты штрафов по предварительным договорам, особенно в том случае, если основной договор заключен не будет. И в данном случае данное дело является иллюстрацией такой ситуации. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.